Что ждёт человечество в будущем? Пятёрка самых страшных теорий. Существует бесконечное множество возможных сценариев развития человечества в будущем. Некоторые из них просто пугают и удивляют своими прогнозами. Давайте разбираться. Итак, пятёрка самых страшных теорий о развитии человечества. Первое. Великий фильтр. Теория Робина Д. Хэнсона, которую он высказал ещё в 1996 году, звучала примерно так. Если где-то в нашей Вселенной всё же существуют другие цивилизации, почему мы до сих пор их не нашли? Согласно этой теории, между планетами находится великий фильтр, который каким-то образом не даёт развиться новой жизни или уничтожает жизнь на других планетах. Таким образом, нас могут ждать следующие сценарии. Земля стала исключением из правил, пройдя через фильтр и сохранив всё живое. Жители Земли только сейчас достигли уровня высокоразвитой жизни, поэтому мы сможем заселить и другие планеты. Мы ещё не попали под фильтр, и нас ждёт это впереди. Второе. Высокоразвитые существа из других измерений. Если представить ситуацию, что есть некий вид человека, который живёт только в формате 2D, то он бы не мог подумать и никогда не узнал, что кто-то может наблюдать за ним сверху. Точно так же человек, который существует в 4D формате, может следить и наблюдать за нами, а мы об этом не знаем. Эти существа могут находиться рядом с нами незаметно, пока сами не захотят о себе заявить. Эту теорию отлично объясняет теория плоского мира, автором которой является Карл Саган. Третье. Мозг в контейнере. Эта теория позволяет описать эксперименты, которые были созданы для того, чтобы выявить некоторые особенности нашего представления о таких понятиях, как правда, смысл, разум и реальность. Эта теория подразумевает, что Наш мозг работает благодаря электроимпульсам. Наш мозг является непосредственным источником сознания. На мозг влияют внешние раздражители, сказываясь на его работе. Мозг не сможет отличить грамотно симулированный искусственный раздражитель от реального. Согласно этой теории, любой человек может быть мозгом в контейнере. Жизнь каждого человека может быть лишь грамотно смоделированной реальностью. Отчасти эту концепцию раскрывает философская школа солипсизма, имея весьма необычные взгляды. Четвертое. Фальшивый вакуум. Эта научная теория гласит, что наша Вселенная является частью другой Вселенной и существует во временной фазе. Чтобы было понятнее, можно представить большую Вселенную в виде кастрюли с кипящей водой, а один из пузырьков, который образовался на дне, это наша Вселенная. Когда этот пузырек дойдет до поверхности, то весь наш мир может исчезнуть в один момент. Пятое. Парадокс ферми. Для объяснения этой теории, можно представить муравейник в лесу, возле которого мы решили построить шоссе. Поймут ли муравьи, что это такое, и можно ли им это объяснить? Конечно же нет. Так и человек не может распознать и уловить сигналы от загадочных планет, и не узнает, что за существа и организмы там живут. Между нашими цивилизациями огромная пропасть, поэтому даже если нас и попытаются обучить жители других планет, мы не сможем ничего понять. В своей обычной жизни мы уж точно не задумываемся о муравьях. Точно так же и другие цивилизации относятся к нам, как к муравьям. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.